И вновь продолжается бой. Именно эта песня могла бы стать гидным программой с совершенно безобидным названием «Вкусная клумба». А все потому, что я посадил свою грядку, я обычный огородник, свою же грядку посадила ландшафтный дизайнер Наталья Борисова. Она использует высокие технологии, я использую традиционные технологии. И к концу лета мы собираемся узнать, чей же урожай будет больше и богаче. Ну что ж, продолжим битву, но для начала вернемся на участок и посмотрим, что там уже сделано и что будет сделано за сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот, кстати, моя грядка. Изменения налицо. Поспевшая редиска так и просится в руки. Не сказал бы, что хуже дела обстоят на грядке Натальи. Хочу напомнить, в прошлой программе она воспользовалась удобрением «Сапропель» от компании «Сибирская органика». Результаты вы видите сами, зато я могу похвастаться тем, что на свою грядку я трачу меньше, чем дизайнер Наталья. Только что вы видели, как наш огород зеленел, как наш огород разрастался. Ну а я, придя на нашу вкусную грядку, вкусную клумбу, начал собирать первые урожаи. У меня в руках редиска. Кстати, это редиска с грядки Натальи, а это редиска с моей грядки. Они почти одинаковые, так что счет пока 1-1. В этой руке у меня клубника, которую я сажал своими руками буквально вот в последней программе, две недели назад. Вы спросите, где сейчас находится Наталья? А Наталью я увидел в 10 метрах отсюда. Она продолжает возиться с рассадой, говорит, что нашей вкусной клумбе чего-то не хватает. А чего конкретно нашей вкусной клумбе не хватает, сейчас узнаем. Наталья Борисова карьеру ландшафтного дизайнера начала с 2005 года. Имеет два образования по специальности – профессиональный садовник и ландшафтный дизайнер. Имеет свою мастерскую ландшафтного дизайна. За 10 лет работы Наталье создано тысячи дизайнерских проектов. Из них сотни воплощены в жизнь. Из всех принципов проектирования есть один, которому Наталья следует неукоснительно. И это принцип – польза, прочность, красота. Ну вот, как я и говорил, на другом конце участка я ловлю нашего неугомонного дизайнера Наташу Борисову, которая возится с рассадой, хотя с рассадой, я думаю, мы покончили в прошлой программе. Наташа, что ты еще за рассадой? Зачем она нужна нашему дизайнерскому огороду? Здравствуй, Сережа. Ты знаешь, подумала я и решила, что нашему мини-огороду, я бы так его назвала, да, как ты будешь дизайнерскому? Ну, маленький действительно, не отнять. Да, миниатюрные растения, овощные, нам будут абсолютно кстати, потому что они так же плодоносят, да, у них много очень плодов. Прошу, вот, посмотри, заметите, уже созрели. Компания Поиск мы нашли абсолютно удивительный, на мой взгляд, томаты черри, которые мы… Желтые, да, красные, которые мы так же будем высаживать в наш огород, чтобы радовать хозяйку нашего огорода. А они такими же маленькими и останутся? Они будут такие же компактные. Серия «Четыре лета» предназначена для выращивания огородных культур на балконе, на террасе, на маленьких участках. То есть это как раз те миниатюрные растения, которые все ждали. Смотрится симпатично. Я считаю, действительно, она в концепции нашего дизайнерского огорода. Посмотрим, как это будет выглядеть на грядке, Наташ, ну, пора, наверное, ее досаживать уже. Пойдемте. Пойдем. Бери перчики, тоже маленькие. Пойдем высадим. А вот мы на нашем дизайнерском огороде. Наташа, посмотри, какая зелень у меня, как у меня все красиво. Очень красиво, Сереж. И у тебя красиво. Я бы не сказал, что они принципиально чем-то отличаются. Лишь в тот лишний раз подчеркивать, что у нас счет 1-1 с Натальей пока ничья грядка не побеждает. Побеждает, видимо, наша с тобой дружба. Дружба, да. Какими бы мы конкурентами ни были, мы все-таки еще в первую очередь друзья. Продемонстрируем, как эти друзья, садовод-любительный, профессиональный дизайнер справятся с растениями. Наташа, вот что сегодня предстоит нам сделать в нашем дизайнерском огороде? Ну, смотри, Сереж, сорняков, как я посмотрю, не очень много, да? То есть прополка будет, но достаточно небольшая. Также мы высадим нашу серию 4 лета, несколько кустиков сюда, несколько кустиков я предлагаю высадить в какие-то емкости и также украшать этот огород. А про наши кусты мы не забыли? За кустами сегодня поухаживаем? Обязательно, конечно. Ну, а пока я предлагаю приступить к посадке наших карликовых помидоров. Можно я их так буду называть? Я знаю, что это неправильно, но я буду называть их карликовыми помидорами. Ну, раз тебе так нравится, пусть будет так. Да, поможет нам в этом техника Вольфгартен, я вот, например, буду вот такой замечательной мини-мотыгой, которая универсальна, с разными насадками, достаточно нажать на кнопочку, достаточно снять насадку, это может быть тяпочка, грабелька, мотыга, как я и назвал ее, что угодно. Раз, ну, мне в данном случае понадобится вот такой инструмент, пожалуйста, ставим, и я готов к работе, пошел копать на своей грядке, тем не менее, дружба-дружба, а грядки, знаете ли, врозь. А я пойду на свою, в таком случае. Музыка. Музыка. Ягода, выращенная своими руками на своем огороде, должна соседствовать с экологически чистой посудой. Сегодня мне в этом помогает компания Пикнега, которая предоставляет одноразовую посуду, экологически чистую, сделана она из сахарного тростника, вы не поверите. Ну, буду сегодня собирать туда ягоды, но буду делать я это не один. Сегодня у нас появляется новый помощник. Егор, ему всего семь лет. Не скрою, Егор у нас сын. Моей соведущей, нашего эксперта, дизайнера Наташи Борисовны. Подходи ко мне поближе, Егор. Как мы договаривались, будем собирать сегодня ягоду? Да. Вот тебе посуда, вот тебе стаканы. Нужно к концу программы набрать эти стаканы полные ягоды. У нас есть и клубника созревшая, у нас есть и смородина. Что ты из нее будешь делать? Сок. Еще что? Йогурт. Йогурт будешь делать. То есть и сок, и йогурт, и, по-моему, еще варенье, мне Егор говорил до съемок. Но увидим мы это в конце программы. А пока, Егор, в добрый путь. Держи. Таташ, ну, я думаю, больше рассады у нас не будет на нашей вкусной клубе, на наших грядках. На самих грядках нет. А будут в другом, да? Да. Ну, это пока сюрприз. Да. Я так понимаю. Скажи, пожалуйста, а сами грядки тебе как? В прошлой программе мы их устанавливали, я немножко побаивался, что для меня это нетрадиционные способы. Я же всегда из деревянных досок делал. Еще в далеком детстве. Тебе самой как-то не пожалела, что этими грядками воспользовалась? Дерево будет гнить, это нужно будет периодически менять, а из железа это долговечно, это навсегда мы установили здесь. Хочу заметить, знаешь, какую, Сереж, вещь? Ширина грядки такая, что не позволяет корням сильно нагреваться, не высушивает землю. При этом она нагревает ее, что дает стимул к более сильному росту наших растений. Почву согревает. Почву согревает, да. Почву согреве, кстати, один из наших постоянных телезрителей почему-то побоялся, что грядка железная, она будет как сковородка для растений. Но в итоге получается, как сами видите, ничего здесь не пожарилось, все зелененькое, все свеженькое. Наташа, у тебя был такой страх, что пожарятся растения? Нет, не будет. Если бы наша грядка была сантиметров 30, да, традиционно, 30 сантиметров ширина, невысокая, там 20 сантиметров, и вниз бы мы еще постелили железо, да, была бы действительно сковорода, на которой мы сразу бы жарились наши персы и все остальное. Вот в данном случае нет. Ширина метр позволяет не нагревать ни глубину почвы, ни ширину нашей грядки. То есть абсолютно все в норме. Красота на самом деле и на самих клумбах, и то, что ты сейчас делаешь, знаешь, вот в такой красоте хочется прям лечь рядом с ней. Одна рука за помидором, другая за клубничкой, лежать и ни о чем не думать. Я думаю, ничего нам не мешает организовать зону отдыха. Да ладно? Да, действительно, мы можем взять, не знаю, там какие-то пуфики, старые кресла, может быть скамейки, и все это организовать близ огорода, что будет очень удобно, да, даже разместить мангал рядом. Полевую кухню только хотел сказать. Вот, давайте сделаем полевую кухню. Все сможешь своими дизайнерскими руками? Запросто. Запросто? Да. Ну, проверим, пойдем. Пойдем. Наташа, я так понимаю, мы наконец-то добрели до того места, где будет зона отдыха нашего дизайнерского огорода. Собственно, дизайнерский огород у нас за спиной. Кухня, совмещенная с огородным садовым чилаутом, я просто в это, Наташа, если честно, не верю. Ну, хочется уже увидеть своими глазами, что я, как твой ученик, буду покорно следовать твоим указаниям. Так что давай рассказывай, что конкретно сюда нести, и будем создавать зону отдыха. Приступим. Пойдем. Приступим. Пошли. Вот так с легкой руки дизайнерской можно отвлечься от рабочих дизайнеров. Делай, если честно, лежа на этом, пофиг, ни на какой огород возвращаться не хочется. Но, видимо, придется. Ты знаешь, еще не хватает, судя по твоим обещаниям, да и по моим ожиданиям, здесь мангала. Но я могу тебе пообещать, что мангал у нас будет, но будет в самом конце программы. Окей, договорились. Так что отдыхаем еще пару минут и идем на наш огород. Ну и, конечно же, хотелось бы прикоснуться к кустам, которые растут на нашем дизайнерском огороде. Посмотрите, какая смородина выросла за все это время. Сами кусты аж просто не выдерживают они этой тяжести. Нужны какие-то действия садовые. А какие именно, узнаем у компании Ланаса, откуда я сейчас и отправлюсь. Для того, чтобы на огороде было не только вкусно, но и красиво, работают десятки, я бы даже сказал, сотни дизайнерских компаний. Одна из таких компаний Ланасад. Производит она дизайнерские интересные вещи для сада и для огорода. Представитель компании Александра, которая расскажет о своей продукции нам сегодня. Александра, что это за продукция такая? Это уже готовая шпалера, ее собирать не нужно. Нет, ее не нужно собирать, она продается в готовом виде уже. Служит для вьющихся растений. То есть ее можно либо вставить в землю, либо приставить к дому или к забору и пустить по ней вьющиеся растения. Глубоко ее тогда? А ее можно как угодно. Мы достаточно ее сейчас поставим? Сейчас, да, достаточно. Глубок крепок, да? А ветром ее не унесет? Нет, не унесет. Давайте о качестве продукции поговорим на примере другого продукта. Это будет, я так понимаю, держатель для кустов, который мы соберем вот из этих четырех гнущихся палок и четырех обычных палок. Я вам буду помогать, вы мне подсказывайте. Уже видно, да, что такие вот зазорчики у нас. А что кроме вот шпалер, держатель для кустов вы еще производите? Все-таки компания с 15-летней историей. Да. Я уже примерно представляю, сколько всего, но конкретно не знаю, что еще вы производите. Мы производим большое количество металлоконструкций для сада и огорода. Начиная от подставок для кустов, цветов, клубники. Арки делаете? Арки делаем, да, красивые. Заборчики у нас декоративные для клуб. Их используем. Тоже из одного и того же материала сделано? Вот, кстати, о материале. Вот что шпалера, что держатель для кустов, что, как вы сказали, вся остальная продукция сделана из такого легкого... Я бы даже не сказал, что это металл, пластик какой-то. Я ошибаюсь или это... Нет, это не пластик, это стальная труба, покрытие из ПВХ. Еще есть покрытие красочное. Вот, вот тут вот краска, вот тут вот ПВХ покрытие. А что дает нам краска, что дает нам ПВХ? Это какая-то защита... ПВХ защищает нас от ржавчины. Ну а за счет чего такая вот легкость? Сталь же она вроде тяжелая такая. Это какой-то особый вид стали или это особый вид технологии, который свойственен только вашей компании? Это особый вид стали и технологии, и того, и другого получается. Ну а вообще ваша продукция пользуется популярностью? Да, наша продукция пользуется популярностью по всей России. Мы доставляем нашу продукцию. То есть не только в Подмосковье, но, условно говоря, от Калитграда до Петропавловска, Камчатского. Да, конечно. Ваши шпалеры стоят. За годы работы мы смогли приобрести большое количество собственного оборудования, что позволяет нам поддерживать приемлемые цены. То есть раньше, получается, заказывали оборудование у подрядчика, сейчас оно у вас свое, и все значительно дешевле. Ну а дешевле, насколько дешевле? Вот, например, у нас сейчас шпалера, большой держатель для кустов, малый держатель для кустов. Сколько тут обойдется до нашего участка примерно? Тысячу можно? Тысячу, да. Тысячу рублей. Вот, пожалуйста, три замечательные дизайнерские вещи для сада и огорода, и всего тысяча рублей. Кустодержатель Кустодержатель – это, конечно, хорошо, но как правильно установить, главное, красиво, нам подскажешь наш дизайнер Наташа Борисова, у которой я чувствую уже кучу советов и других приспособлений для этого. Наташа, веревка тогда зачем? Я думаю, что мы сначала этот куст свяжем, чтобы нам было удобно установить кустодержатель. А потом веревку нужно будет убрать, когда кустодержатель уже установим? В принципе, вы можете смотреть сами, можно убирать, можно не убирать. То есть здесь как бы точных таких технологий точно нету, кому как удобнее. Наташа, веревка любая может быть? То есть шпагат подойдет? Шпагат абсолютно, мне кажется, у каждого садовода есть, поэтому, если это, конечно, пластиковая какая-то веревка, лучше ее снять, потому что куст вообще испортится. Так, теперь мы берем непосредственно наши кустодержатели. Так, как лучше ставить? Вот прям ближе к корням, да? Все делается легко и быстро, очень удобно. И сейчас вы удивитесь, какой будет замечательный, культурный у нас с вами куст. Буквально 2 минуты, и все готово. И таким образом мы сделаем все кусты, правильно, Наташа? Да, абсолютно правильно. Мы лишнее вот здесь отрежем, все, что у нас, вот малина здесь попала. Вы как, аааа, мама, выброси. Нет, мы ее съедим и отрежем. Вот, и предлагаю культурить дальше. То есть мы возьмем лопату, сделаем приствольный круг, чтобы растение дышало. Наше растение будет дышать здесь, потому что ягоды у нас будут на солнце, да, то есть она будет быстрее созревать. Он будет дышать, этот куст. Соответственно, корням тоже нужно дыхание. Для того, чтобы ветки кустов не падали, кустодержателю нужно устанавливать по следующим правилам. Собирать ветки лучше всего вдвоем, с двух сторон. Перед тем, как устанавливать оставание кустодержателя, обвяжите куст прочной веревкой, например, шпагатом. Соблюдение первых двух правил поможет точно определить, куда устанавливать металлические основы. Сами кустодержатели следует устанавливать как можно ближе к корням, но так, чтобы не навредить им. Высоту кустодержателей отрегулировать так, чтобы кусты были обхвачены примерно на середине. Ну а мы наконец-то запускаем в программе «Вкусная клумба» кухню на «Вкусной клумбе». Все ягоды, которые вы сейчас видите на столе, вот эту черную смородину, стакан красной смородины, насобирал наш новый участник. Участник программы «Вкусная клумба» Егор, который сейчас, кстати, находится на сборе очередной порции урожая. И вот он прибежит уже к нам, и вместе с ним мы начнем готовить. А вот я его уже вижу, бежит к нам Егор. Егор, давай быстрее, быстрее, что-то у него опять в стакане. И давай к нашему столу, на нашу кухню. А ты в курсе, что мы будем сегодня из всей этой ягоды делать? Ты мне уже сегодня в начале программы говорил об этом. Ты помнишь, что мы будем делать из клубники, что мы будем делать из черной смородины, что мы будем делать из красной смородины? Сок, йогурт, коктейли и варенье. Я считаю, что первый экзамен кулинарный сдан, и поэтому ты заслуживаешь настоящий поварской фартук. Ты сегодня вот в этом фартуке сам будешь готовить. Это знаешь, как черный пояс по каратэ, да? Ты на каратэ не ходишь случайно? Нет. А не собираешься ходить? Нет. Всему свое время. Сейчас мы будем готовить блюда с нашей вкусной клумбы. Начнем мы, наверное, с приготовления перетертой ягоды с сахаром, из которой получается, кстати, вкуснейшее варенье. Я предлагаю сделать его из черной смородины. Как на это смотришь? Нормально. Так, для этого нам нужна сама черная смородина. Ты должен делать все своими руками. То, что мы сейчас делаем с Егором, перетертая с сахаром ягода и йогурт. Свежие продукты не отходя от вкусной клумбы. Мы, например, решили воспользоваться блендером. Фактически все может сделать даже ребенок. А главное, все полезно для здоровья. Кстати, настоящий йогурт именно так и готовится. Молоко и ягоды. Ну и сахар по вкусу. Ура! Мы сделали варенье, сделали йогурт. Поздравляю тебя. Дай пять. А дальше сок. А знаешь, что мы с тобой в следующей программе научим тебя готовить? Ты любишь шашлык? Очень. А ты умеешь его готовить? Нет. А ты хочешь научиться? Я знаю способ, как даже самого маленького малыша вообще научить готовить шашлык. Да, люблю. Только один раз готовил и себе пальчик поджег. Ну а мы как раз таки будем с тобой готовить так, чтобы обжечься будет вообще невозможно. Я тебе обещаю. Третье все в следующей программе. Давай. Пока. Ну а, кстати, жарить мясо в следующей программе, жарить шашлык, мы будем вот на этом полуавтоматическом гриле. Это Демидов гриль. Принцип работы Демидов гриль простой. Засыпал угля, разжег огонь. Положил сюда мясо. Ну, может быть, даже на эти шампурики. И вот основная фишка. Две волшебные кнопки. Достаточно их включить одну с одной стороны, другую с другой. Мясо само вертится вокруг огня, оно не подгорит. А в это время можно отправляться на садовый участок, что, собственно, я сейчас и сделаю. Моя грядка на данный момент обходится мне в 6900 рублей. А вот Наташа потратила 7500 рублей. За сегодняшний день мы потратили по 500 рублей на акустодержатели. Организация временной зоны отдыха нам обошлась бесплатно. Мы воспользовались старой небею, которую взяли из сарая. А еще, начиная с сегодняшней программы, пошел обратный отсчет. Мы начали зарабатывать на вкусной клумбе. Так, йогурт и варенье, если учитывать, что все приготовлено из натуральных продуктов, оценивается примерно в 500 рублей. Так что по минус 250 рублей. Итог, 7150 рублей потрачено на мою грядку. И 7750 – это расходы Натальи. Наташа, ну что, рабочий день заканчивается. Традиционно медилис, средства от комаров, которых у вас тут, по-моему, полно-полно. Все потому, что на самом деле, в кадре это не видно, здесь недалеко находятся водоемчики. Комарики здесь летят просто. Как себе домой. Слушай, а почему я постоянно оранжевым пользуюсь, а ты синим? Давай поменяемся. Давай поменяемся. Теперь ты пользуешься синим. Одну руку я побрызгаю оранжевым. Я оранжевым. А вторую руку я побрызгаю синеньким. Вот видите, синенький медилис. Теперь у меня синий. Я его никому не отдам. Я его никому не отдам. Конец нашего рабочего сегодняшнего дня начинается с того, что я сейчас хочу покормить ложечкой мою. Давай я сама. Боюсь, что ведущие, которые кривляются как настоящий ребенок. На самом деле, пробуй сама, конечно. Буду я тебя кормить, я пошутил. Думаешь, кто приготовил? Это сам делал? Нет. Это делал твой ребенок. Да перестань, ты обманываешь. Я тебе не обманываю. У меня есть документальные доказательства, которые совсем недавно были в эфире. Это бесподобно. Ты сам пробовал это? Я пробовал, конечно. Это же йогурт. Я ему подсказывал, а он сам делал. Ну, молодцы какие вы. Это здорово. Йогурт. Ну, Наташа, это не единственный, я так понимаю, итог сегодняшнего рабочего дня. Вкусные клумбы. А скажи, пожалуйста, подведи такой итог. Что мы конкретно сегодня сделали? Все ли нам удалось сделать? Мы сделали опоры на наши кусты, теперь они дышат, теперь они свободно питаются солнцем. Ты как оцениваешь объем работы? Да вообще очень здорово, и ты большой молодец. Мне вот кажется, что твоя часть огорода более такая красочная, более насыщенная цветом, из-за пряных трав, которые уже дали цветы, да, и мне кажется, она будет менее плодоносящая в плане овощных культур, при этом она будет более декоративна. Да, лезть конкурента, но приятно. То же самое могу и про твою клумбу рассказать, на самом деле мне она тоже понравилась. Я, если честно, какой-то существенной разницы между своей грядкой и твоей грядкой не увидел, но у нас впереди еще несколько программ. В итоге кто-то же должен победить, кто-то же должен взять пальму первенства в нашем с тобой соревновании, когда две грядки соревнуются. Кстати, что ожидает нас уже в следующих программах, что мы еще должны здесь сделать? Я настаиваю на том, чтобы мы провели капельный полив, потому что уход за огородом – это самая трудоемкая часть вообще в работе садовника, поэтому полив обязателен. Также не остановимся на декорациях, да, у нас будет, ну, может быть, секрет оставим, да, для следующей передачи, как мы будем декорировать еще наш огород, какими способами. Это одни из элементов. Да, также мы будем устанавливать кустодержатели, потому что есть идеи для подвязки. В огород, что ли? В огород, да. А там какие кусты у нас в огороде? Ну, это будет опять-таки наш секрет, и вы в следующей передаче все увидите. Помимо того, что ты неугомон, ты еще и лайфхакерша великая. Я с нетерпением буду ждать нашей следующей программы, а сейчас уже солнце прячется, и нам пора тоже прятаться по домам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok